здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы начинаем вязать маечку девчонки опять будет двух частях видео потому что у меня всего три матка пряжи почему я решила что она по 100 грамм я понятия не имею вот начинала вязать и была убеждена 3 матка мне с головой хватит и тут я понимаю что не хватит поэтому я уже на 4 назад до заказала еще два матка вам же буду выкладывать видео в двух частях чтобы вы смогли как бы тоже у вас был резерв времени на заказ пряжи если захотите из этой привязки на нее не будет никакой но что хочу сказать я влюбилась девчонки какая же она нежная приятная и выглядит очень богато так она с блеском с таким переливом очень не понравилось это не то что я как бы агитирую вас купить нет вы вы как хотите это мое мнение вы же знаете что я в принципе говорю свои ощущения свое мнение значит как 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 мы считаем петли я связала образец спицы у меня три с половиной пряжа вот этот под бамбук понятия не имею сколько здесь метраж но судя по всему вот этот в этом матке где-то около 200 метров это так на вскидку и что я делаю я меряю образец у меня из из 30 петель и я меряю в растянутом виде потому что мне нужно это в растянутом виде это все дело вот поэтому у меня 12 сантиметров 30 петель создавать 30 петель это 12 сантиметров считаем моим же способом ускоренным мне нужно 100 сантиметров вязать буду в круговую и это у нас x да значит вот эти петли мы умножаем это у меня получается 3000 и делим на 12 минус 24 и получилось у меня 250 петель девчонки то есть при моей плотности мне нужно для окружности набрать 250 петель но у меня резинка и эти еще 250 делим на 4 чтобы проверить делится ли это число на 4 не делится да здесь у нас два и остается 2 петли здесь уже на ваш выбор и либо вы к этим 250 добавляете 2 либо убавляете 2 чтобы у вас было число петель кратное 4 резинки 2 на 2 и вот набираете вы петли свои из этого расчета опять же образец вяжите из той пряжи которую вы выбрали вот и по этим этим способом рассчитывайте вот такой вот она узенькая получается прям в стянутом виде у меня 22 сантиметра а растягивается она еще больше чем не нужно да и до 110 сантиметров так что это такое еще как как сказать понятие относительное но с другой стороны девчонки нужно достаточно щепетельно к этому отнестись потому что потом она переходит чулочную гладь и чтобы не было много как бы в груди поэтому считайте ответственно да вот так далее что мы делаем далее мы отделяем наши боковые части маркером что у меня теперь значит провязала я вам скажу что и провязала я как в первом видео посмотрите это первое кто не видел я думаю что вы видели все я там рекомендовала 10 сантиметров вот у меня провязано 17 сантиметров потому что я дама в возрасте и мне нужно пока закрыть вот поэтому если вы вяжете на дочку внучку то десяти хватит совершенно спокойно я так думаю но еще зависит же конечно же от роста да значит здесь у меня у меня 17 сантиметров количество петель это тоже мою вот далее мы отделяем вот эти боковые части они у меня вот я так нарисовала и обозначила маркерами по 22 петли здесь и здесь обратите внимание что начинается и заканчивается на лицевую петлю я бы рекомендовала не париться с этим и не увеличивать не уменьшать вот количество этих боковушек просто оставить вот таким вот образом 22 петли 22 петли для любого размера просто корректировать остальные петли вот здесь вот у вас остальное число петель вот у меня 248 петель то есть 2 и она 2 меньше вот набрала значит здесь у меня 44 и осталось 200 204 значит здесь то 2 и здесь то две петли у меня в этих местах между между вот этим частям и далее мы начинаем делать сокращение вот по бокам в каждом нечетном ряду четные провязываем без изменений вот вот таким вот образом мы разделили эти петельки и теперь будем делать сокращение сокращение вот после маркера и перед маркером каким образом сейчас я вам покажу так вот на этой большой части то есть вот эти маленькие части из двадцати двух петель мы не трогаем мы сокращаем в этих больших секторах при том сокращение изнаночной как бы петлю и провязываем две вместе изнаночной всегда чтобы у нас здесь не было вот эти две вместе изнаночной после маркера это в начале этого большого сектора и две вместе изнаночной в конце большого сектора у нас будет всегда независимости от узора так и в конце вот этого широкого сектора я тоже провязываю две петли вместе изнаночной вот то есть здесь и в конце далее боковушечка из двадцати двух петель боковушечка из двадцати двух петель так и снова большой сектор и в нем я делаю убавление далее 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 так далее я вижу один ряд без изменений и в следующем ряду снова делаю сокращение вот смотрю девчонки на образец и не могу понять возможно там в каждом третьем сокращение может быть а может быть и нет вот что-то я теряюсь теряюсь в общем я буду делать каждом втором если вдруг мне покажется что это плохо я потом все-таки вам все скажу я даже и эту часть даже не буду вырезать я все буду делать так как ну то есть монтировать все так как будет и с этими моими мыслями возможно там просто придется в каждом третьем не так почему-то кажется а может и нет не знаю девчонки увижу уже когда когда уже у меня будет что-то вырисовываться тогда она будет понятнее сейчас я пока не понимаю так это или нет то есть я сейчас провяжу сантиметров 5 сколько там 5 5 6 может быть а может и 5 достаточно и уже визуально посмотрю как бы как как она вот и потом вам скажу так что я девчонки решила решила я все-таки что на данном этапе меня все устраивает вот видите мои сокращения как бы лицевая петля с изнаночной петли это все дело начинается после лицевой петли смотрится аккуратненько видите и провязала я вверх как говорила пять сантиметров теперь я буду сидеть и обозначила середину большой этой детали как бы широкой части фасадной то есть сейчас я нахожусь вот здесь вот я конечно за рисом нарисовала давайте ну да ладно здесь и теперь я буду здесь вот добавлять лицевые петли тем самым формировать вот этот вот вылет каким образом я продолжаю делать все то же что я и делала вот так 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 то есть здесь я в каждом втором ряду но через ряд сокращаю вот тоже и остается у меня центральная часть вот это вот боковушка здесь и здесь по бокам от них я делаю сокращение а вот где маркер сейчас сейчас он у меня один вот здесь у меня вот центральная часть если это лицевые петли то ничего страшного у меня пришлось на изнаночные и здесь мне нужно вывязать две воздушные петли ну дополнительные петли я это делаю вот таким вот образом один и перекручиваю эту же петлю провязывая вторую лицевую здесь цепляю маркер то есть центральную часть я тоже отделю чтобы просто ее не терять вам показать по сути вот теперь я вижу до следующего как бы маркера то есть чтобы вы понимали здесь внутри вот этого всего дела я буду делать добавление и уже из этих добавленных петель у меня будет формироваться лицевая гладь то есть эти петли между маркерами я буду провязывать лицевыми вот эти же петли вот вяжутся резинкой продолжать при том что здесь будут будут убавляться то есть они будут сходить на нет вот эти вот две части убавляя здесь а здесь вот петли лицевой глади будут добавляться так вот здесь вот я делаю убавление две вместе ну и вот эту боковушку провязываю без изменения далее здесь убавление здесь вот эту вот часть два добавления здесь убавление то есть то есть значит еще раз вот здесь у нас идут убавления я ставлю минус здесь у нас идут убавления ставлю минус в втором ряду это значит через ряд здесь у нас и добавление в втором году он по сути 1 ну как бы для понимания до что через для поэтому нарисовала то есть я точно так же сделаю вот эту вторую часть потом один круг я провяжу без ничего без никаких убавлений и добавлений и с третьего начну то есть видите опять же я вас запутала в общем этот ряд довяжу потом вяжу без ничего и во втором ряду делаю эти сокрытие сокращение так и так я довязала круг до конца еще один круг провязала без изменений и что у меня на данном этапе боковушки и еще центральные части которые я добавляю то есть круг без изменений и во втором круге я буду делать следующее добавление которые вот видите здесь две лицевые вот эти с протяжки уже провязан один ряд и вот так вот здесь то что я говорила в прошлом видео можно делать накид у вас будет красивый вот такой ряд может накид мне делать девчонки чтобы вы увидели и давайте я буду делать накид вот здесь вот чтобы просто чтобы вы понимали как это будет выглядеть пусть у меня будут здесь дырочки вот ради вас девчонки две лицевые и накид то есть таким образом я в каждом втором буду добавлять следующий ряд я буду провязывать все петли лицевыми у меня вот здесь вот будут красивые дырочки вот на на этом и пары порешили здесь делаю убавление убавление 2 2 накида по краям вот возле маркера убавление и убавление и далее еще один круг и и так далее чередую один круг без ничего во втором делаю вот эти все добавления убавления пока вот эти вот все петли у меня не сократятся итак девчушки вот смотрите что я туда я дошла как выглядят мои дырочки нравится мне девчонки я думаю они здесь как бы к месту хотя если вам не нравится вот их делать совсем не обязательно вот так вот выглядит на данном этапе это вещица моя понятное дело что все тянется здесь все тянется так один нюанс девчонки если у вас грудь шире бедер тогда вот эту часть вот в начале как я делать вы не делайте вы вяжите вот до этого места прям без вот этих вот сокращений и начинайте то есть чтобы у вас полотно не уменьшилось потому что вам нужен как бы это величина на грудь так в этом видео я уже с вами попрощаюсь а хочу показать вот я сошла на нет вот вплоть до заказа боковых частей видите все все вот эти петли боковушек у меня сошли на нет и добавили танец это будет треугольники далее уже у нас будет пройма но в следующем видео у меня вот осталось совсем чуть-чуть пряжи еще это у меня ушло сюда 3 мотка вот чуть осталось и 2 еще до заказала неделю назад уже к концу видео неделя назад пока выйдет это видео дни 10 назад значит я надеюсь что очень скоро будет продолжение на канале вот поэтому эту часть я выкладываю вот до этого момента когда и пройма уже пройма горловина будет в следующем видео все девчонки на сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока а